Добрый день! Сегодня школа доктора посвящена проблемам женского здоровья, а именно доброкачественным опухолем, таким как миома матки, когда ее нужно наблюдать, когда лечить, когда оперировать и какие современные методы хирургического лечения существуют. Миома матки – это доброкачественная опухоль, состоящая из тканых и мышечных элементов. Сейчас очень много женщин с миомой матки молодого возраста, средний возраст выявления 30-35 лет, пациентки еще не реализовали еще свою репродуктивную функцию, у них, в общем-то, уже имеется доброкачественное заболевание. А почему она возникает известно? Ну, теологии патогенеза ее различны. Возникает она из одной клетки, в которой произошла мутация. В дальнейшем эта клетка развивается, появляются новые клетки рядом с ней. Таким образом появляется узел миомы. На каком-то периоде своего роста он может остановиться, и всю жизнь пациентка может с ним ходить, даже не знать о нем. Но некоторые миомы растут достаточно быстро, и тогда уже появляются клинические симптомы. Какие? Боль, кровотечение, межменструальные кровенистые выделения, нарушение функции смежных органов, мочевой пузырь, кишечник. И тогда женщина приходит к врачу-гинекологу, ей ставят диагноз, и какое лечение? Лечение зависит от локализации миоматозного узла, то есть там, где он расположен. Если он в толще мышц матки, мы можем его просто наблюдать. Женщина делает ультразвуковой контроль раз в полгода, приходит с ним к гинекологу, доктор оценивает, что узел находится в том же состоянии, что и раньше, и таким образом наблюдается. Это может происходить в течение всей жизни. Если узел субсирозный, то мы тоже можем точно так же наблюдать ее. Если же он на ножке, то такие узлы подлежат удалению, оперативному лечению, так как может возникнуть экстренная ситуация. Перекрут ножки опухоли, спорождающиеся резкими болями, перитениальными симптомами, тошнотой, рвотой. То есть требуется экстренное оперативное вмешательство. Субмукозные узлы, те, которые внутри полости матки находятся, все подлежат удалению с гистологическим последующим исследованием. Там уже не зависит от размеров узла, так как идет деформация полости матки, и здесь будет обязательно клиническая симптоматика. А бывает то, что ее нет, да? Миома есть, но симптомов... Симптомов нет, и это как раз зависит от того, где она расположена. Если внутри толща мышц матки или на самой матке, на наружной поверхности, тогда клинических симптомов, как правило, не бывает. Если только она не очень большая. Большие размеры, да, они будут давать клинику. А лечение какое? Они же еще бывают гормонозависимые? Да, бывают гормонозависимые. Тогда мы можем назначать агонисты гонотропин-релизинг гормонов, в дальнейшем применять внутримашечную систему левоноргистрелл, содержащую. Но иногда при быстром росте опухоли, который встречается не так часто, нужно оперативное лечение. Либо это удаление мематозного узла одного или нескольких, либо, к сожалению, это вистеректомия, то есть полное удаление матки. Это могут быть такие показания, да? Могут быть такие, да, показания. А вот имболизация маточных артерий, современный метод лечения? Да, да. Один из современных методов, он подходит как раз молодым пациенткам, которые еще не реализовали свою репродуктивную функцию, у них нет еще детишек, но уже есть эти проблемы. Тогда он им очень хорошо подойдет. За последние 40 лет частота увеличилась с 2% до 12,5% среди вот этого молодого контингента. То есть намного чаще мы встречаем женщин с имеющейся мемой матки молодого возраста. Наверное, не все пациенты соглашаются на гормональное лечение? Конечно, конечно. Многие отказываются от гормональной терапии, и тогда одним из методов является метод имболизации маточных артерий. Тоже мы к нему прибегаем. Наша рентгенно-хирургическая операционная оборудована современным ангиографическим комплексом, который называется Artis One, компанией-производитель Siemens Corporation. Ну, в общем, стандартная такая, хорошо насыщенная всевозможными опциями аппаратура. Это рабочий, так называемый, лайф-монитор, на котором происходит получение изображения из той зоны, в которой, собственно, идет работа. И дублирующий монитор, на который мы выводим изображение при помощи вот этой панели. Мы можем вывести нужное изображение на дублирующий монитор, произвести необходимые параметры расчета, ну, скажем, диаметр, длину. Можно вообще-то сделать 3D-картинку, развернуть его вообще во всех плоскостях, понять топографию, анатомию этого сосуда и образование, потом уже принять решение, какую манипуляцию или какую процедуру вам в этой ситуации выполнять. Вот это все и называется, собственно, ангиографическим комплексом. Мы находимся в одной из новейших операционных Саратовской областной клинической больницы. С нами заведующий отделением рентгенно-хирургических методов лечения Олег Анатольевич Балацкий. Метод, которым вы занимаетесь, называется эмболизация маточных артерий. Это один из методов лечения фибромиоматки, который заключается в эндоваскулярном введении определенных образований. Это так называемые эмболы. То есть это заранее предуготовленные, сделанные такие микроскопические шарики, которые при введении через шприц и через катетер, мы можем посмотреть, как это происходит, двигаются по направлению этих фиброматозных узлов и перекрывают постепенно вот эти все перифиброидные сплетения, которые кровоснабжают растущую эмболу, тем самым вызывая ишемию этих узлов, их необратимую приостановку роста. Постепенно они фиброзируются, гелионизируются и превращаются в такую недифференцированную соединительную ткань, которая не вызывает никаких симптомов в матке и в организме женщины. А раньше какие были операции? Удаляли вместе с маткой? Ну, конечно. Гистероктомия, собственно, удаление матки. Ну, мы должны понимать, что гистероктомия нормальная, нормальная и существующая. И существующий нет, его никто не отменял от операции под той или иной регионарной или общей анестезией. Она имеет очень низкий процент осложнений, там не больше 0,1%. Смертность там вообще стремится к нулю при этой операции. Но, конечно, процедура калечащая, так называемый постгистероктомический синдром, то есть синдром, связанный с удалением этого органа. Те, кто это прошел, я думаю, женщины понимают, о чем речь. Ну, плюс тут еще, конечно, и такая субъективная мотивация, понимаете? Боязнь наркозов, боязнь потерять там вексуальность, привлекательность, страх раннего старения. Все это нормальные человеческие мотивации, которые вольно-невольно подталкивают женщин по выполнению органосохраняющих операций. Женщины проходят весь комплекс обследований протокольных, предназначен для этого и онкоцитология, и скабливание, если это нужно, и ультразвуковое исследование, и исключаются инфекционные заболевания. То есть это целый комплекс. То есть должны быть показания, да, для этой операции? Ну, что касается собственной эмболизации маточных артерий, то противопоказания к ней, собственно, что можно перечислить на пальцах одной руки, это онкопроцесс, любой онкопроцесс в органах малого таза, это активный инфекционный процесс, это, собственно, непереносимость рентгеноконтрастных еду содержащих препаратов, потому что мы выполнить эту процедуру, не визуализируя артерии, без введения рентгеноконтрастных препаратов просто не можем. Остальные все противопоказания, если они есть, являются относительными. А как происходит этот процесс? Пациент находится в рентгенской операционной, он находится на рентгенском столе. Обезболивается место доступа, наиболее часто это бедренная артерия. Мы находимся в контакте с пациенткой, катеризируется поочередно левая, правая маточная артерия, и в них вводится эмболизирующий современный препарат. Мы работаем хорошими брендовыми эмболами. Этот шприц заполнен уже готовыми эмболами определенного диаметра, потому что вот эти перифиброидные исплетения имеют определенный диаметр. Для того, чтобы они заполнились полностью до самых терминальных своих отделов, нужно комбинировать эмболизирующие средства различного, чтобы шарики разного калибра. Совершенно верно. Хотел вам показать, как идет заполнение всех терминальных вот этих перифиброидных сплетений. Вот магистральная маточная артерия, а это вот, в общем-то, патологически. Видите, они не имеют нормального, нормального хода, нормального роста. Это узлы, сопровождающие рост этих фиброматозных узлов. Опухоли. Это и опухоли, фактически. Это наша-то цель, с учетом правильного подбора диаметра эмболизирующих средств закрыть самые терминальные отделы и постепенно, постепенно меняя калибр этих вот эмболизирующих шариков, постепенно закрыть все возможные источники кровоснабжения этой миомы. И вот на следующем файле, на следующем кадре, видно, как эмболы, уже заряженный шприц с хирургом, вот они продвигаются и начинают заполнять магистральную маточную артерию и все вот эти вот перифиброидные сплетения на всем протяжении, вплоть до того, что мы вызываем стоп-контраст в этой артерии. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Когда вместо нормального кровотока в этой маточной артерии мы видим с вами вот такую смесь, что ли, мелких тромботических образований, эмболов, которые практически полностью остановили кровоток вот в этой вот артерии, питающей эту часть узлов. Сами они по себе абсолютно не контрастны, они инертны, они не вызывают никаких реакций ни отторжений, ни воспалений, они абсолютно, ну, это такой вот шарик эпицеллофановый, да, примерно. Они навсегда остаются в организме, да? Когда они выполняют свою функцию, часть их просто вываливается в полость матки, проваливается, размывается кровотоком и уходит из организма навсегда. Потом осуществляется катеризация противоположной маточной артерии. Всегда надо стремиться выполнять эту процедуру с обеих сторон, иначе кровоток, который сохраняется по контрлатеральной маточной артерии, он может стать причиной рецидива этих узлов. Ну, и происходит так же это все постепенно. Вот мы получаем такую общую картину. Левый по правой маточной артерии, но это, в общем-то, процедура. Ее техническая часть, ее вот инструментальная часть, она на этом завершается. То есть это буквально несколько минут занимает? Ну, слушайте, мы не работаем с секундомером. Нам не столь важно, сколько это занимает минут, потому что анатомия тазовых артерий может быть самая разнообразная у женщин разного возраста. У молодых она более стандартная, у пациенток более возрастной костюмой эти артерии подвергается естественной физиологической трансформации. Но в целом эта процедура, да, где-то от 30, от 20 до, может быть, 60. То есть для эмболизации с обеих сторон. А в любом возрасте можно операцию перенести? Эта операция, конечно, она имеет более широкий спектр для всех возрастных категорий. И это особенно важно для тех, кто хочет сохранить репродуктивную функцию, потому что после того, как топография матки нормализуется, когда ее конфигурация и полости матки, и цервикального канала становится приемлемой для имплантации плодного яйца, шанс беременности многократно возрастает. Это особенно для женщин, молодых женщин фертильного возраста, не имеющих детей. Эмболизация – хороший выход, получается. Сегодняшний день, конечно, это, пожалуй, один из самых перспективных с точки зрения сохранения фертильной функции, методов на сегодняшний день. В следующем выпуске «Школы доктора» мы встретимся с заведующим отделением онкохирургии Саратовской областной больницы. Нужно понимать, что рак – это не то заболевание, которое начинается в одночасти. Рак провоцирует множество факторов, и в том числе наш повседневный образ жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова